Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня день такой, знаете ли, пост 17 Томуза. Но давайте не с этого. Наступили дни, которые вообще называются Гамцарим, да, в теснинах. В эти три особые недели, на протяжении которых мы всегда плакиваем разрушение храма, они начались вот сегодня и продолжаются 9 Абва 17 Томуза. Не буду перечитать, много всяких сложностей. Проломлена стена римляна Мирусалима. Потом три недели шли бои, потом сожжен храм 9 Абва, уже день, когда храм был сожжен. О чем здесь разговор? Почему, смотрите, ну сожжен храм был, много зданий сожжено было за тысячи лет. Почему мы именно об этом храме? Ведь в конце концов, почему мы хотим увидеть храм? И каббалисты нам открывают еще интересные вещи. Когда говорится о храме, вы обратите внимание, нам всегда говорили одну важную вещь, что если в твоем поколении храм не построен, значит он разрушен. Это означает, что духовное состояние поколения таково, что храм бы был разрушен, если бы он стоял. Но тут есть еще глубже вещь, которую нам пытаются объяснить. Представьте себе большой-большой-большой всемирный храм. Вот он состоит из маленьких храмиков, построенных каждым человеком, который пришел в этот мир на 120 лет. Храм своей души он должен построить, каждый из нас. Представьте себе такую большая картина, тут не достроен кусочек, там, там, там дырка, там то. Вот что представляет собой мировой храм. Вот об этом мы плачем. Мы не плачем об абстрактном храме, который вернется и все будет хорошо. Нам свой храм надо строить. Заниматься строительством собственного маленького храма, сумма которых потом даст большой. Поэтому храм разрушили мы. Да, вот почему мы плачем, почему мы переживаем. Потому что именно не достигнув того уровня, который мы должны были достигнуть, мы разрушили храм. И тот, и тот как будто был бы еще дальше. Сначала было написано царство земное, как царство небесное. Они одинаковые, да? И все, что происходит в этом мире, сначала происходит там. Сначала был разрушен духовный храм. И тогда автоматически уже, какие обстоятельства уже там разрушения физического храма, это не имеет значения. Храм вначале мы разрушили наверху. Когда сейчас люди переживают, молятся о храме, если бы эта молитва была искренняя, сильная, конечно, храм бы уже пришел. Значит, не сильно мы хотим, а не сильно молимся. Вот в этом и плачем. Любавический рэбер сказал, что Всевышний не посылает болезни до того, как посылает лекарства. И поэтому вот эти 21 день теснина перед этим нам даны еще вот в этой недельной главе Пинхас. Нам упоминается 21 день радости и праздника. Легко посчитать. Суббота, первый день радости, да. Затем упоминается, что новомесячие для месяцев года. У нас уже есть два праздника. Шаббат и Рошходы. Затем Пейсах. Затем 7 дней опресноки должны есть за пределами Израиля. Мы празднуем Пейсах 8 дней. Но по Торе 7, считаем 7. Что после Пейсах? Ашавод, день первых плодов. Рошашанат. По Торе тоже только один день. И после этого в 10 дней мы читаем в нашей недельной главе 7 месяца священное собрание. Смиряйте души, даем Кипур. И уже 12. И потом у нас 7-дневный праздник Суккот. У нас 19. Шмини Ацерет. Это 20. У нас не хватает одного дня до 21. Любайческий Рябов говорит, что есть. Есть этот праздник, он не упоминается в Пятикнижный, но упоминается в Танахе. Это Пурим. Так что все. Надо понимать, что есть хорошо. Заложено все хорошо. Теперь еще немножко плюсом. Нынешний раздел один из содержащих вообще законы о празднике. Очень много. Почему? Потому что мудрецы сказали, что в будущем именно этот период. 17-го Томуза будет отмечать огромный праздник, многодневный, завершающийся великим праздником 9-го Ава. То есть 20 дней, вот эти вот один день, 20 дней между этими постами станут полупраздничными. И это сейчас чувствуется тем людям, которые духовно занимаются Торой. Они чувствуют, что да, эти дни, они что-то вне скрыто. Люди, которые работают над столицы храма, они не сильно плачут над его разрушением, потому что они работают некогда. И вот сегодня, когда мы, написано, будем оплакивать храм, сегодня в наших сердцах, еще быстрее у нас должна возвращаться надежда, что скоро все вернется и все. Написал пророк Ермиягу, превращу ваш траур в веселье. Вот так да будет срочно, немедленно, потому что уже хочется, чтобы это быстрее наступило. Браха вы от слухах, хорошего поста, легкого поста.